Игорь Александрович, приветствуем, как обычно рады вас видеть. Игорь Александрович, приветствуем. Спасибо, добрый вечер и вам. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, какие еще мифы, существовавшие относительно, ну, военные в первую очередь мифы относительно Российской Федерации, были уничтожены за эти полтора года? Ну, мы помним мифы о том, что, собственно говоря, в самом начале за месяц была уничтожена, во-первых, наша авиация, во-вторых, наши противовоздушные силы. Ну, и там дальше можно вспоминать, я не думаю, что нам стоит заниматься историей какой-то действий, пропаганды российской на этот счет. Мы видим, что и то, и другое существует, борются эти наши силы, возможности. Причем, более того, после начала войны у нас родилась противоракетная оборона, то есть завели батареи зенитных ракетных комплексов, которые имеют возможности по уничтожению баллистических ракет. И как раз «Кинжал» относится к такого рода ракеты. То есть мы помним, что это «Искандер», определенным образом модернизированный для того, чтобы размещать на МИГ-31. Таким образом, набирать скорость более пяти махов, которые говорят о скоростной воздушной цели, которая не должна была сбиваться. Но «Патриотом Пак-3» мы видим, уже сбиваются. Я думаю, придет время, где-то будет видно, проявится. И очень надеюсь, что это будет эффективно сделано. И франко-итальянский зенитно-ракетный комплекс, который тоже обладает противоракетными возможностями. То есть у нас родилась и противоракетная оборона. Конечно, хотелось бы, чтобы такие возможности наращивались. Кроме того, у нас появился «Скайнец». Это немецкая система, артиллерийская, но там принципиальная характера возможности управляемого подрыва. То есть благодаря локатору, благодаря компьютеру, снаряд, когда вылетает из ствола, в него вводится информация, на какой дальности и по времени он должен подорваться. И таким образом рассчитано, что это делается перед целью. И потом накрывается облаком маловысотная цель. Мы перед войной пытались у немцев, у швейцарцев получать такого рода вооружение, именно артиллерийское, зенитное, с управляемым снарядом. Ну что, на встречу не шли, они это не давали. Ну и сейчас небольшое количество, в первую очередь для того, чтобы в войне широкомасштабной прошли испытания. То есть настоящая помощь, это когда дается столько средств, чтобы они могли выполнять широкомасштабные эти задачи. Ну а пока подходы вот такого порядка. Спасибо, конечно, и за это. Но хотелось бы столько, чтобы мы могли устоять восточные границы европейских стран, отстоять свои интересы украинские и помочь им в отстаивании восточных границ НАТО. Но на этот счет идет с ними, с их руководством, с их компаниями военно-промышленного комплекса соответствующая работа. Игорь Александрович, да, действительно, множество мифов развеяно, и в том числе, конечно же, благодаря поддержке и тому вооружению, которое западные партнеры передают Украине. Ну, во-первых, там далеко не вторая армия мира. Однако, есть такой запас пушечного мяса, что Россия продолжает эту войну и продолжает, к сожалению, убивать при этом ни в чем не повинных украинских граждан мирных. Да, конечно, научились сбивать кинжалы, но есть ониксы, которые сбивать сложнее. Или же применяют старую технику. Да, это факт. То есть новой техники у них не появляется, однако ту технику, которую они применяют, они все еще используют против мирного населения, с жертвами. Ну, и еще, какой еще был миф? Например, миф о том, что заключенные российские умеют воевать? Нет, не умеют. Но есть ведь подразделения, которые научены воевать, научены убивать, чем они и занимаются сейчас. Поэтому прошу вас сделать такой анализ и дать четкую картинку относительно того, так, кем сегодня является армия оккупанта. Что она из себя представляет на сегодняшний день? Она представляет собой армию колониального государства, агрессора, который пытается отстоять свои цели колониальные. И раньше это делали по отношению других стран, соседей, имея в виду, например, Молдова, Грузия. Ну и, к сожалению, это коснулось прямую Украины, поскольку руководство этой страны, террориста и агрессора, понимает, что со старых времен, столетиями, что Российская Федерация или Большевистский Союз, или без Украины он не жизнеспособен, он не может устоять, это путь к дальнейшему их развалу. Вот они по-своему это понимают и пытаются реализовать это силовым путем. Силовой их путь – это путь количества, то есть количество вооружения, количество живой силы и решение таким образом военным путем вот этих политических вопросов. Ресурсное государство Российская Федерация, поэтому мы можем здесь противостоять, ну, во-первых, помним о помощи наших союзников с предоставлением соответствующего современного вооружения, но наш путь – это путь качественной борьбы. Значит, надо получать или самим разрабатывать, я это подчеркиваю, и по возможности делать в первую очередь вооружение современное, осваивать его быстро и потом профессионально, эффективно применять. И это позволяет быть эффективными, в этом случае высокий уровень мотивации. То есть это должно осуществляться, реализовываться на высоком уровне патриотизма нашего военнослужащего, потому что мы помним, знаем, отстаиваем интересы нашего народа и защищаем свою землю, и ведем боевые действия за деоккупацией уже захваченного этими колонистами. Игорь Александрович, еще вопрос. Смотрите, мы понимаем, что война продолжается, продолжается борьба украинских вооруженных сил и всего украинского народа в борьбе, на самом деле, за свою независимость, за независимость своей страны. Но тем не менее, некоторые, ну не то чтобы итоги, но некоторые концептуальные моменты, их стоит обсуждать. Хотя врага, конечно же, лучше переоценить, чем недооценить. После того, что произошло в Новороссийске, после того, что произошло с Оленигорским горняком, с Сигом, можно ли говорить о том, что Российская Федерация потерпела фиаско теперь уже и в Черном море, и что на самом деле вот эта гегемония, как подавали российские пропагандисты России в Черном море, подошла к концу. Если да, то насколько это болезненно для современной России и позитивно, в свою очередь, для Украины? Конечно, окончательного поражения по результатам мы не можем описать эту ситуацию, но положено очень важное начало. Потому что россияне спровоцировали выходом из аграрной договоренности по поставкам аграрной продукции с Украиной, соответствующего морского коридора, где проходили сюда стран, которые помогали нам решать эти вопросы. Так вот, выйдя, прекратив и нанеся удары по нашим портовым инфраструктурам, сжигая наше зерно вокруг Одессы, речного порта Рени, значит, они забыли, что война есть война. И поэтому были нанесены очень чувствительные для них, главные перспективы и удары нашими беспилотными морскими средствами, или безэкипажные, поскольку военно-морские силы, это и по военному кораблю, и по танкеру, потому что наша реакция была соответствующая шесть портов, и суда, которые туда заходят, и другие оккупированные, украинские, например, порты, они будут рассматриваться как цели, где могут находиться вооружения со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, атака была там на нефтяной хаб, через который казахская нефть поставляется, ну и принимается. То есть это очень серьезный для россиян возможности, структура, которая надает им финансовые, экономические возможности. И вдруг вот такие удары, которые подорвали и их приоритет, как они считали, на Черном море их престиж, и, главное, серьезно угрожают их экономике в этом районе, поскольку значительно больше, чем, кстати, вот то, что они делают с экономикой Украины по портам нашим южным. Поэтому мой взгляд на эти обстоятельства заключается в том, что Путин часто густо делает, чему-то надо учиться, и у противника надо поднимать градус условий вокруг зернового соглашения. То есть не сводить именно к зерновому, а говорить о том, что нам надо свобода использования наших портов, точно такая, как это делается, например, россияне делают новороссийские порты вокруг. То есть вот такое соглашение, даже если не получится, а если, на мой взгляд, по-серьезному взяться, то надо отстаивать, и лучшим аргументом в этом, как мы с вами понимаем и видим, является тогда продолжение соответствующих атак. Они видят, что все они не защитят. У нас будут возможности для того, чтобы это делать, потому что уже поплыли цены, возрастают на аграрную продукцию, на страхование в этом районе. В связи с этим они, кстати, и отказались уже от угроз по кораблям, а свели все как бы к досмотрам кораблей. Но с точки зрения нашей реакции это было уже поздно, и, на мой взгляд, надо придерживаться такого подхода, таких угроз со стороны Украины, экономики этих портов южных, российских, и что должно помочь, значит, на саду. Условенно это худший, на мой взгляд, вариант, вернуться к аграрной зерновой соглашениям, или же отстаивать новые позиции, равноправные определенным образом, в эксплуатации портов южных и наших, и их, но пока вот каких-то. Для нас это очень важно, и это серьезное давление на руководство стороны агрессора. Игорь Александрович, приближается отопительный сезон в Украине. Мы все знаем, что инфраструктура от предыдущих обстрелов преступных со стороны Российской Федерации уже серьезно пострадала. Как вы считаете, чего ожидать ближайшей осенью и зимой из расчета того, что, скорее всего, война будет продолжаться и в это время тоже? Война учит не только военных многому. Для военных это принципиальный подход. Я имею в виду, что в случае ведения каких-либо действий, в каких-то условиях, на каких-то направлениях, надо готовить несколько вариантов, и в том числе наиболее сложный, тяжелый, худший вариант. Так вот, в экономике государства, которое ведет войну, должно иметь место такой подход, то же самое, не только в организации ведения и обеспечения военных действий, но и в экономике. Важнейший направлением экономики, который является энергетика. Поэтому готовятся к худшим вариантам, готовятся к тому, что они попытаются в очередной раз организовать уже и силы, как бы не те, но вместе с тем восстанавливают они производство, где-то наращивают свое производство. Не те ресурсы, которые были в начале войны, но они большое государство, Россия, которое может где-то там организовать эти производства за Уралом, Уралу и Восточную. Вопрос, как, а потом время на доставку, но это следующий вопрос. Они могут иметь средства поражения, и поэтому надо готовиться, с одной стороны, в военной сфере. Это значит уничтожать средства воздушного нападения, а еще в большей степени, мы обговаривали это с вами, надо уничтожать эти средства до их пуска. То есть там «Искандеры», пусковые установки, калибры — это корабли, ракетные катера и подводные лодки, воздушного базирования их ракетное вооружение, это аэродромы до взлета самолетов, и за счет сенитаракетных комплексов, а в дальнейшем истребительной авиации, современное уничтожение вот такого рода авиации российской. Поэтому надо готовиться, как бы ни было сложно и тяжело, в том числе и к этим тяжелым сценариям и вариантам. Игорь Александрович, мы, как всегда, благодарны вам. Вы очень четко проанализировали ситуацию, обговорили много тем. Спасибо большое, что нашли время. Игорь Романенко, основатель благодарительного фонда «Закроем небо Украины», замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины с 6-го и 10-го годов, генерал-лейтенант Запаса, был в эфире телеканала «Фридом». Спасибо.